Всем доброго времени суток! С вами Александр Костенюк, 12-й чемпионка мира по шахматам. Сегодня мы вспомним самые яркие моменты 1-8 финала Speed Chess Championship на сайте Chess.com, который проходит в этом месяце между Яном Непомнящим и Ливоном Ароняном. Известно, что для того, чтобы сильнее научиться играть в шахматы, рекомендуется смотреть партии сильных игроков, а также слушать комментарии известных гроссмейстеров. И на каналах Chess.com.ru мы часто приглашаем для комментаторской работы очень сильных и известных шахматистов. И слушая их комментарии, мы надеемся, вы можете узнать и почерпнуть для себя очень важные информации, шахматные информации, которая поможет, возможно, вам в своих партиях применить те или иные идеи и советы. Мы будем очень признательны, если слушая комментарии и отмечая для себя какие-то важные моменты и советы, вы будете оставлять комментарии в описании к видео с этими временными отрезками, где вы заметили или услышали тот или иной совет. Но это для следующих матчей и для следующих трансляций. А пока мы выбрали для вас самые яркие, на наш взгляд, моменты с комментариями матча Яна Непомнящего и Ливона Ароняна, которые и предоставляем вашему вниманию. И я думаю, что пока присматриваются до другой игроки. Но вот смотри, то, о чем мы говорили в первой части эфира, в самом начале, то есть белыми оба соперника не знают, что делать. То есть против отработанного репертуара. Еще очень важный момент, друзья. Профессионалы гораздо лучше помнят дебютный репертуар за черных, чем за белых. Потому что у вас как такового нет и не может быть как такового дебютного репертуара за белых, потому что белыми надо играть более-менее все. А черными вы, как правило, помните свои главные линии. Поэтому свои главные линии вы можете играть почти когда угодно и как угодно. Поэтому вот такие вот C3 слон Е2, вот такое мы будем видеть постоянно на протяжении этого матча. Но, кстати, здесь-то белые шикарно включили. Нормальная система. Да, белые прям перевес получили явный, заметный. И это прям супер достижение белых, такую позицию получить. Сейчас просто D5, Cb и огромный перевес у белых. Приятный на всю партию. То есть Cb, Cb, ладья занимает полица 1, потом мы в 4, коньца 4. И как писали в старых книжках, далее везде. На это более-менее вынужден ход слон А3, потому что висит связка. Ну, после этого черные могут просто по центру развивать фигуры. Ладью на Д8, слон на Е5. Да, Ферма 6 сыграно. И просто за счет того, что слон на отшибе, можно развивать игру на королевском фланге с хорошей контр-игрой. Ну, все-таки лишняя пешка у белых, чуть приятнее им играть. Отшибочный слон. Отшибочный, прекрасный, прекрасный термин. То есть видно, Саша, что редактура в штате когда сказывается. Да-да-да, я расту просто на глаза. Ферзь А2, пока Ферзь А4 есть ход. Все равно бьет на А2 Аян. Любые размены, наверное, хорошо, когда ты без пешки. Любые размены пешек, да? Я не говорю, не любые размены, а любые пешечные размены. Это давно еще сформулированное правило, что если вы без материала, то при прочих равных сильнейшей стороне выгодно менять фигуры, а слабейшей пешке при прочих равных такое правило существует. Поэтому пешечные размены, как правило, неплохо. Естественно, в любой ситуации могут быть исключения. Ферзь А4. Ну, вот этот размен пешек не особо меняет ситуацию на доске. Ладья А8. О, ужас. Дети, закройте глаза. Вы этот ход не видели. Тут много интересного может в этой позиции произойти. Все-таки такая напряженная позиция. Тут вообще никаких привычных глаз ориентиров. Нет, такое ощущение, что фишерский шахмат играет. Такое ощущение, что сейчас белые просто длинную рокировку сделают. Потому что фишерский шахмат играть можно. Совершенно необычная позиция. Вот умеют они создавать напряжение на доске. Ну, что вот? Ну, вот все висит. Вот вроде только что все было в порядке, а теперь висит все. Вот напахали парни. Я пытаюсь понять, какая фигура не под боем. Наверное, ферзи не под боем, владеющий на Б1 не под боем. Это как в композиции, знаешь, бывает мат в три хода, все фигуры под боем, везде связки. Да, 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 да. Ну, сейчас еще вот в духе еще где-нибудь ладя G3 пойти на всякий случай. Ладя G3 тут давно уже. У нас один. Ну, куда-то я, ну, вот до хода слоней Е4 все шло хорошо, а потом, собственно, мы куда-то не туда свернули. Ну, сейчас корон. Опять же, мы не ищем простых путей. О, смотри, как красиво. Красота какая. Д3. Просто Ливон жертвует лазью. Фантастика. Очень красиво. Перс Е2, король Е2, конь Е4. Просто смотри, тройное отрезание. Покажи вариант. Ферзь Е2, король Е2, конь Д4. Слон Е5, потом белый выигрывает. Просто ферзь проходит. У меня мышка не выдержала напряжения борьбы. Ой, сейчас я буду. Мышка отключилась. Какая красота, друзья. Конь Д4, и там король Е2, да, конь Б5, слон Е5, да. Конь выключен, и слон выключен. Класс. Класс. Возвращаемся. Турнирный зал, виртуальный турнирный зал. Кстати, Женя, после этой пандемии, не думаешь ли ты, что все больше и больше турниров, все возможного уровня мы будем видеть онлайн? Я надеюсь, что нет. Хотя вот если уж будут, то пусть они будут на Часкоме, то есть, так скажем. Отлично. Вот и напросилась. Ну, на самом деле, да, потому что как-то это надо все упорядочивать. Но все-таки я от души надеюсь, что живые шахматы будут главенством. Потому что сейчас мы видим вот в перерыве, то есть сейчас уже начался матч. В перерыве я наблюдал за самым настоящим пиршеством духа. Сейчас рубятся Ферруджи и Народиски, играют по 30 секунд матч с друзьями, но все-таки не хочется, чтобы шахматы превращались в такое вот действие. Вот 5 плюс 1, не помню, Чай Ронян, это я готов смотреть сколько угодно. А 3 плюс 1? 3 плюс 1 готов сколько угодно. Пуля уже, мне кажется, от Лукавого. Я здесь солидарен с Владимиром Крамником. Он недавно выступил в одном из интервью и сказал, что 3 плюс 2 – это последний бастион нормальных шахмат. Ну, наверное, это уже слишком, но я считаю, что последний бастион нормальных шахмат – это игра по 3 минуты. То есть пуля – это уж все-таки совсем другой вид спорта. Но, опять же, с добавлением можно ее смотреть. В любом случае, блиц-матч, не помнящая Ронян, я готов смотреть сколько угодно. Так, еще одну вещь нашли, за которой можно наблюдать бесконечно, да? Что у нас там? Как горит огонь. Как горит огонь, как не помнящая Ронян, это блиц, да, ты имеешь в виду. Ну, да, то есть. Это, наверное, преимущественно срабатывает. Это, может, маус-дип. Да, это маус-дип, да. Судя по улыбке Яна. Пытается вернуть маус-дип, да, то есть поэтому. Ну, явно конь D2 было задумано, но на D2 пошел слон. Думаю, конь D2, может, слоном куда-то подальше, нет? Ну, подождите, может быть, сейчас откроется новое измерение в итальянской партии? Все подумают, что это новинка от Яна. Новинка года, да. Мне кажется, что надо будет после игры обязательно спросить Яна, что, ну, понятное дело, что это приготовленный к турниру претендентов, как можно было спалить такую новинку? Эх, Ян. Мне кажется, он первый будет хорошо потроллить сам себя за это решение. Ну, кстати, классно получилось. Вообще отлично развились. Ну, похуже, правда, белые стоят, но... Ну, все равно классно получилось, да? Действительно, очень забавно. Как вообще над техникой работать? Над техникой? Техника, как сформулировал Марк Израильевич Дворецкий, техника – это короткая тактика. И помимо, то есть нужно понять общие принципы, то есть прочитать в книжках, в старых книжках общие принципы, профилактика, там, не спешить и так далее, и тому подобное, и при этом решать очень много короткой тактики. И это будет лучшая работа над техникой. То есть чаще всего маленькие технические выгоды, они заключаются именно в том, что за счет небольшой тактики на один-два хода ты копишь позиционные преимущества, более выгодные позиции для фигуры и прочее, и прочее. Владимир, Е6 есть, да? Да, и Б3, наверное. Ну, в общем, С3 не сильно хуже. А, ну, белые просто вперед пошли, понятно. Ну, вперед я ходы не рассматриваю, извините, да. Это у нас, у нас страшно. Да, это ты, мое направление. Ф3 пойдет, Ливон. Ливон, давай. О, я угадал. Бальзам надо, что-то. Ну, видишь, тоже ход вперед. Ну, это все-таки ходы вперед я рассматриваю все-таки. Ой, Е3, так, но это уже... Мне кажется, что это ТЭК, мискилик. Нет, нет. Так задумано, да, то есть, судя по уверенности исполнения. Ну, вот такое ощущение у меня, что Ян пытается себя искусственно заставить играть на полную, а у него пока это не получается. Есть ли ход С5, не допускает ли это тактики какую-то? С5 очень хочется позиционную. Ну, тактики так особо не видно, да. Ну, как-нибудь там, С4, Ферзь Д5. Ферзь Д5, да, какой-нибудь? Сначала С4, а потом Ферзь Д5. Нет такой тактики. Ну, видимо, на С4 ДС был даже просто. Хотя, правда, С4, С6. А, С4, нет, там как раз С4, С4, нет, там как раз С4, С5, не было точно С4. Не знаю, не знаю. Что бы показал компьютер, интересно? Я не очень успеваю смотреть. Ну, знаешь, 0,67 вот этот чайник, да, как ты его назвал. Возможно, возможно, С4 и... Да, да, Жень, С4 и Ферзь Д5. Молодец. Женя. Спасибо, спасибо, Саша. Твоя похвала для меня необычайно. Да, респект просто. И, видимо, уравнение. Ну, это же моя тактика, она всегда на уравнении. То есть, да, видимо, 0. Б3 и слон Ф5, да. Слон Ф5, это, кстати, Б3, Д5 и слон Ф5, это, наверное, одна из лучших реакций на вариант с Б3. Потому что, когда вы играете Б3, вы хотите, вы знаете, много, множество каких-то интересных левых вариантов и хотите что-то интересное получить. А слон Ф5 очень сильно охлаждает. То есть, чаще всего у вас не получится ничего лучшего, кроме страны индийского начала. Конь Аш-3. Ну, в первой партии так и было, я напомню. Ну, именно такой же порядок ходов, такой же начало. Ну, получил я тогда хуже просто, да? Видимо, усилил? Усилил? Не знаю. Дебютную теорию этого варианта. Женя, расскажи, куда идет Конь Аш-3? Большой секрет. Видимо, не переграждает дорогу пешке. 0-0 гаттенция Е4-F4, да? Погоди, я пока просто пытаюсь осознать. У меня сейчас в голове немножко... Перевернутая позиция. Скажем на А6. Я пытаюсь понять, смотри, просто логику. Вот в вакууме. То есть, мы все в той или иной степени передаем опыт юным шахматистам. Как им можно объяснить серию ходов Конь Аш-3, Аш-6, А3? Я вот пытаюсь хоть какой-то способ найти, то есть, но у меня вообще не получается. Я помню твои слова, Женя, что мы, комментаторы, можем объяснить все, что угодно. Я не пытаюсь это сделать, но смотри, ну, конь Аш-3 мне было понятно. Конь Аш-3 мне было понятно. Мы хотим пойти Е4, а после конь Аш-3 мы этого сделать сразу не можем. И очень часто в этой теории этого варианта белые тратят темпы на подвижение Е3-Ферс Е2. И после этого только ходят Е4. Конь Аш-3 мне хотя бы понятно в этой связи. А вот почему на Аш-6 ходится А3, не надо, для этого мне не выдумывать ничего. Владя Ж4, ну смотри, он продолжает. Он верен, мужской очень ход, шикарный ход. То есть, это ход, вот Ферс Е6, это ход такой немножко трусливый. Мы всего боимся. А Владя Ж4-то жестко. То есть, он верен своей стратегии, несмотря даже на пару зевков. Он верен своей стратегии, это круто. Зевки неизбежны. Зевки, то есть, это же все-таки не совсем шахматы, да? То есть, игра по минутке. Потому что тут, если ты будешь тут пытаться играть в шахматы, у тебя просто будет заканчиваться время. И это, конечно, игра уже больше о рефлексах. А рефлексы – это всегда зевки, как ни крути. Потому что шахматы все-таки такая игра, в которой должно быть время на обдумывание. Это то, чему я пытаюсь научить детей. Почему-то не всегда получается. Они с этим не согласны. Ну, может быть, современным детям уже и не надо, просто уже временно обдумывание. Мне кажется, как раз современным детям надо научиться остановиться. Это очень непросто и подумать. Слишком быстро все вокруг. Может быть, они научатся, не думая. Хорошо, хорошо все делать. А, кстати, не продешевел. Может быть. Я сейчас размин просто выиграл. Конь 6, конь D7, конь C5, туда куда-нибудь. А, конь D7, конь C5. Я что-то только почему-то конь F7 рассматривал. Нет, такого слона не надо кушать. Ай! Молчил, молчил. Они теперь-то не ничьяли? А мне казалось, что я, но необходимо идти вперед. Ну, просто эта позиция слишком плохая, иначе для черных, и скучно. А так она, как бы, плохая и весела. Понятно. Выбор понятия. В C8, в C8. Вот здесь G3 был ход, там, первая шнэшка хороший. Першая шнэшка тяжело посчитать так быстро. А! Согласен. Ё-о-о-о. 1-F2 был. Ну, это вот уже, конечно, мы перехвалили. Трежат и исход. Уже неважно, уже, уже просто полная, полная потерь. Ну, конечно, поэтому, поэтому, все-таки минутка, это цирк, друзья. Першая шансов. еще я как совершенно спредел и нам говорят а уже погодите уже я тебе он прям сейчас закончил партию то прям сейчас закончил партию он очень быстро играет я но он не тратит время кстати правильно делать это его единственный шанс поэтому кстати друзья такая такие скачки оценок это его единственный шанс я понял владея 10 он я не тратит время и правильно делает я думаю зачем он так почему такие перепады? Потому что все потому, что он должен так играть. Это его единственный шанс, теоретический. И действительно, благодаря этому он сохраняет теоретические шансы на камбэк. Лишь теоретические, да? Да, так это уже шансы. Быстрая победа нужна, да. То есть ему нужна сверхбыстрая победа. Правильно. Тут же, если они начнут за буквально две секунды до отчаяния, я забыла про это. То есть ему надо выиграть сейчас. Ливону надо тянуть время, но ему надо тянуть время так, чтобы заставить Яна думать. То есть тогда будут шансы. Конечно, очень важный зевок от Ливона. Так что мы еще рано поздравляем. Мы еще не поздравляем. Да, мы подводили итоги, но видимо, рановато начали. Да, мы забыли о этой возможности, о гениальных скиллах Яна, который сейчас с накоплением времени будет играть. Так, ну неужели интрига вернется? Вспоминаем, кстати, окончание матча Федосея-Феруджа, где... Но это... Если Ян с этого уйдет, и тем более тогда, когда он просто без слона, ему вообще нельзя думать. Вообще ни секунды нельзя думать. Ему просто нельзя думать. Да, но позиция хуже. Это не имеет значения. Прошу, прошу, какие-то глупости. Когда он выиграл уже без фигуры позицию, это уже вообще не имеет значения. Но это может быть, если он камбэкнет, это может быть самый эпический камбэк в истории. Минута сорок. Минута сорок, друзья. Минута сорок. И думает только Ливона ранен. Ян не помнящий, не думает вообще. А Ливону надо тянуть время. Просто если ему кто-то может подсказать... Кстати, волнись. Я думаю, он сам это понимает очень хорошо. Да. И сейчас, если выиграет... Если Ян камбэкнет, конечно, такого, это космос просто. Вообще нельзя думать. Просто нельзя думать. 10, 9. А почему 2 секунды прибавилось? 30 секунд для кончения мачи. 56 секунд до конца мачи. Я вводя ей 6. Запускай. Надо 7 секунд. Ливона раненая. Если он сейчас срочет время, то... Вот ходи. Новая партия не начнется. Да. Но вообще нельзя думать. Фантастика. Просто что творится. И не дает думать. Не дает думать. Фантастика, да. Да, но фигур стало меньше. Не дает думать. Не дает думать. Я не помню еще. Несело на 6. Но тут уже совсем тяжело. Но, опять же, единственная надежда на флаг. Потому что уже даже если... Время вышло. Время вышло. В матч. Нет, 32 секунды еще. Нет, нет, нет. Нет, ну тут уже и позиция проигранная, да. Эх.